На девятьсот. Девятьсот мы фактически не выработали ни капельки. Так он там вообще не тронутый? Нет, ну он тронут там четыре или пять участков, а то не до конца. И хороший горизонт там? Новый горизонт это всегда хороший. Вот это была политика Украины, чтобы в шахте закрыть. Сами знаете, что это дорого. Я когда-то на забастовках по полгода не давали деньги, а у меня один из ваших братьев говорит, а что вы там два ведра даете? Люди, которые месяцами зарплаты не получат, ну извините, а труд адский. И все равно закрыли. Хотя и не только я считаю, а все по этой самой эту шахту закрывать было нельзя. А сколько она выдавала суточная? Ну я поступил в это самое больше двух тысяч. Ну так вот, это же да. А потом уже выдавала, ну последнее время, когда один участок оставался, я не буду заставить, 100 тонн давала. Ну конечно же, на эти 100 тонн людей много. А запасы оставались какие-то, ну там известные, разведанные, да, по углю? Ну да, 1200 можно было брать по это самое, как раньше. Она рассчитана была на 1200. А выработали, да и 800 не выработали до конца. Здесь самые золотые годы ее, это где-то 60-70-е годы. Она тогда была лучшая шахта по Союзу, среди крутопадающих пластов. Ну да, там же они разные, пласты бывают, такие бывают и такие, да? Ну здесь центральный Донбасский крутопадающий. Здесь где-то от 73-х до 80-ти. Ну я точно не могу сказать. Ну как? Не, не сантиметров, падение пласта. А, падение. Ага. То есть есть вот такое падение пласта, а есть вот такое? Правильно. Нет, профессионал.